и у нас на прямой связи предприниматель евгений чичваркин евгений здравствуйте здравствуйте после событий в крокус сити холл когда игил террористическая организация взяла на себя ответственность все западные страны уже указали что да это игил сегодня российская федерация в лице ее представители не самых ярких стала активно указывать что нет это украина для на ваш взгляд все-таки это еще на кого-то действует то есть удается ли путину убедить значительный час людей что к этому террористическому акту причастна украина по его мнению вы знаете у меня даже к сожалению есть такая подруга которая просто озадачила меня подобным измышлением вот к сожалению да это работает очень многие люди им проще не иметь иного мнения чем официально она взгляд для чего это необходимо путину то есть руки у него развязаны делает он уже как мы видим все что он хочет делать для чего им еще нужны такие дополнительные поводы да вот указать смотрите это не ну я думаю что с игилом бороться не очень получится да а украину они по-прежнему считают как более слабого противника на ваш взгляд фсб путин причастны к этому террористическому акту я бы еще подождал введение смертной казни или каком специальное контртеррористическое мероприятие или во что я меньше верю мобилизации в той или иной степени вот и если что-то из этого произойдет то это наверное можно будет уже утверждать а тогда я предполагаю что не без них то есть зашли вышли через час 20 начался штурм поймали людей в этом переодели которые вообще ни сном ни духом которые судя по всему параллельно с профессиональными убийцами были про вот эта параллельная группа которые которых запытали выдавили глаз жгли яйца током простите за грубоватые слова отрезали и скормили ухо то есть пробили все 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 следующий какой-то достаточно глубой глубинный этап дна показывая пытки в прямом эфире по сути легализовав пытки жестокие пытки это не то что тебя фонариком в лицо светит это серьезные пытки я не верю что вот эти люди которые которых поймали что они причастны вероятно они получили какие-то деньги за размахивание автоматом и записи угрожения вот эти вот всего мне кажется настоящие убийцы все уехали вот как раз многие правозащитники обратили внимание на то что если раньше пытки были но их старались не показывать и более того даже искали кто например слил информацию о пытках в колониях этого не бы стеснялись но афишировать это не хотели сейчас это сделано публично это выложено в интернет судя по всему сами чтобы запугать да специально чтобы запугать и они не смогли бы это сделать без одобрения на самом высоком уровне то есть путин дал санкции вы считаете на такие вещи запугать да мы мы давайте мы покажем чтобы они все от страха не не могли шевелиться и дышать то есть у него задача так как ему кажется страха недостаточно еще больше страх нагнать абсолютно на всех этим но тут как раз опять же эксперты указывают что тех кого он пытается таким образом запугать если опять мы обращаемся и смотрим на игил то игил как раз этим не запугаешь то есть это получается месседж другим людям до как это месседж абсолютно всем людям это месседж и украине и военным до украинским это месседж всем правозащитникам и юристам это месседж всем кто недоволен путиным недоволен войной это месседж всем диаспорам национальным платите она это месседж всем собственникам больших красивых центров что вы все под богом ходите и месседж силовикам что это ваше время вам все можно только служить и приносить добычу главжулику и все то есть получается что время там олигархов полу олигархов богатых людей опричнина это какой-то был день если сегодня вторник 22 то есть это день опричник день день до новый день опричник можно пытать легально но это вас я использую такое слово удивило что вот это было обнародовано и что это разрешили или уже в россии в путинской россии конечно же мало что может вас удивить знаете никогда не знаешь как то есть у нас вот вышло очень большое интервью вашему коллеги гордону я говорю что в российское государство это штопор который ввинчивается в болотную стену и он поворачивается вот такими шажками и ты никогда не знаешь что быть нельзя там например вдруг начнут сажать за мат да или там смотреть на длину юбок или привлекать закрашенные волосы если они слишком яркие да если они там не естественный зацвет не не естественный цвет то есть ты покрасился из брюнетки в блондинку это нормально а если в зеленый или в голубой то будет ненормально и мы точно на сто процентов не знаем где это проявится или можно пытать или можно выезжать только с разрешения то есть выездной визы или там грубо говоря ты должен отмечаться в раз сколько-то времени в военкомате если ты мальчик и так далее или пройти какую-нибудь дополнительную переаттестацию даже если ты у тебя не там прости господи не хочу никого не хочу обидеть но ты должен это доказать потому что вот предъявить это ну вот мы не знаем где где она пробьется следующее дно но она идет последовательно вот в эту в эту глубину то есть будет ли казачий патруль стягать или дубинками за слишком короткие юбки или в какой-то момент невозможно быть у концерт без буквы z и без приветствия гимна вообще никакого концерта включая каком панк концерт вот мы вот она будет пробивать эти эти днища она будет пробивать дальше мы просто не знаем какой следующий какой следующий сад будет вот оказалось что с пытками теперь вот а следующий будет он обязательно будет через несколько недель будет еще следующее следующее дно обязательно она уже просто так то есть например там не знаю если ты не не встал под газманова в школе будут родители арестовывать на 15 суток или грозится забирать детей вот она будет идти она идет в эту сторону в сторону абсолютного тоталитаризма просто вот она идет тут такими шажками то есть опять таки я уже много раз приводил этот пример если бы голая вечеринка ивлеевой была летом в июле 23 года или в июне то она бы прошла абсолютно спокойно никто бы не заметил и киркоров бы там был и все они там были и дима билан и ничего никому бы не было никак это не отразилось бы ни на ком и ничего никто не предъявил а в ноябре уже это было нельзя вот а дальше не знаю будет еще больше количество запрещенных групп будут запрещены все кто не зигует например и так далее вот оно все описано если прочитать пяток десяток хороших антиутопии все абсолютно описано они не придумывают ничего нового них ноль фантазии они из антиутопии переписывают методички вот как раз по поводу антиутопии кроме 1984 у орла самое произведение это скотный двор и там финал когда смотрят в этот зал где сидят люди и свиньи и уже непонятно кто есть кто то есть ты смотришь на одних и думаю что это другие вот это ведь тоже аналогия которая возникает когда смотришь на путина да он гладко выбрит как правило но в общем чем отличаются от людей которые пришли в крокус сити холл то есть можем ли мы его в данный момент отличить от тех кто делает это непосредственно с автоматом в руках ну на на нем крови в тысячи если не в десятки тысяч раз больше чем на тех хладнокровных убийцах крокус сити холли я на прошлой неделе был в украине и даже по большим дорогам ты как минимум проезжаешь мимо пяти шести кладбищ и встречаешь едущие навстречу скорой и даже если ты не знаешь что идет война если ты вот прилетел с марса вчера даже по свежим флагом и по этим скором ты понимаешь что что то не так в этой стране происходит вот поэтому на нем на нем основное количество жертв мне кажется вот вообще в этот период времени в мире то что произошло в газе изначальный теракт и жесткий очень ответ израиля близко не похож по жертвам на то что путин устроил в украине а почему на ваш взгляд это не всем очевидно потому что вот есть такой стереотип что если человек украл в магазине или сделал кто то маленькую кражу то на это обращать внимание это недостойно за это будут судить а если украл нет что позволяет ли нет за если ты украл что-то в магазине это называется здесь забыл заплатить до их отпускают и а если ты его врежешь что тебя посадят если я увижу обязательно врежу пусть сажают вот этот масштаб он как-то влияет на людей завораживающих что вроде как на нем он не нажимает сам на курок он отдает приказы не знаю там марк ну конечно конечно люди это не видят напрямую что он делал запрещено во многих странах запрещена свастика и изображение гитлера считается аморальным да вот вы находите стране где по официально запрещен серп и молот до вот а 60 миллионов своих граждан убитых в культурную революцию революция потом в культурную революцию во времена мао который убил больше чем гитлер нормально вы можете же китайский флаг изобразить и можем да мало вы можете быть сейчас мало на футболке вожи но я думаю что осудит но не официальные официальные органы вас не осудят коммунистические режимы в латвии запрещены если я правильно понимаю что с китайский коммунистический режим хотя там сложнее не знаю что конкретно закал вот я ответил на ваш вопрос флаг континентальном китае ровно тот же с которым было совершено 60 миллионов жертв убита за море на голодом убит вот и это флаг абсолютно легальный на взгляд позже могут эти модели тоталитарные они до сих пор остаются привлекательными то есть культурная революция в китае опять же сейчас вышел сериал на netflix по книге задачи трех тел там как раз поднимается вопрос культурной революции но частично показывается через конечно это адаптированный сейчас американский сериал на там видно что происходило какие-то эпизоды страшная вещь даже если ты не читаешь литературу и не изучаешь вопрос досконально но привлекательность тоталитарных систем она ну достаточно велика потому что людей которые не уверены в себе люди которые хотят быть частью чего-то большого люди которые осознают что не могут сделать карьеру в соревновательном капиталистическом мире для них это шанс состояться вот а когда ты часть чего-то большого и сильного это нас как стадных животных очень сильно увлекает вот это единение помните по харькову когда шла огромная толпа в 300 тысяч человек это значимая часть там города и на мелодию спели гонсалес пита бунна пели путин вот для ля 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 вот это и и под барабанный бой это завораживает это завораживало людей после веймарской революции и страшного там птср первой мировой и жуткой инфляции безработицы в период не сильные дань власти в германии в двадцатые годы а в тридцатые начало завораживать эти факельные шествия людей и единение во имя в какой-то идеи которая кажется очень светлой очень сильный национальным преображением иногда классно когда это заканчивается просто поддержкой спортивной команды вот и чудовищно когда этим пользуются там грубо говоря не или 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 когда люди скандируют на концерте не знаю там восемьдесят пятого года когда queen выступал в эмбле 100 100 тысяч человек и так и так далее то есть а вы волоке и так далее вот это безусловно вот это безусловно в нас откликается просто кровожадные политики пользуются этим для достижения своих кровавых и жутких целей вот в основном она делается вначале на вовлечение то есть на одурачивание заканчивается там террором и управлением через страх илья спрашивает в телеграме вопрос евгений что вы думали о взрывах домов конце 90-х и версия причастности спецслужб изменилось ли ваше мнение и в какой момент спасибо ну я у дудя 7 лет назад в интервью это сказал я знал о существовании книги фельдштинского еще живя в россии когда евросеть начали преследовать в 2005 первый раз и так или иначе пришло наверно да оно оно было подозрение но осознание о том что эти люди действительно на мало того что на это способны это просто структура именно под это и была создана контроль через террор и страх но у вас получается такое психологическое сопротивление было да то есть тому что в начале было безусловно сам начале было вот и я ко всем терактам если это не национальное движение за отделение я ко всем терактам всегда отношусь у меня первый вопрос что это спецслужбы этой же страны ну кроме там понятных терактов аэре или это и так далее пишет виктория очень понравилось интервью дмитрию гордону в киеве честная позиция человеческое с уважением пишет виктория но вот спасибо виктория большое большой разговор у вас был с дмитрием почти два как вы даже ничего не украинская аудитория вот какой какая обратная связь очень все поляризировалась вы знаете я так как я спас спас с пустыми руками не езжу никогда после начала войны минимум полторы тонны очень важной дорогущей редкой медицины а иногда и три три с половиной то люди большинство воспринимает с благодарностью и и очень сильно поддерживает и и на этой волне благодарности тепла на очень сильно очень сильно меня поддерживает безусловно случаются психи и случаются какие-то люди которые кого-то потеряли из близких и для которых все все стало абсолютно контрастным черно-белыми реакция там ну в моем случае не было реакции на русскую речь была реакция на меня как на россиянина вот я так как был в гостях отнесся спокойно и манкировал вот этот наезд ну наехал и наехал конце концов человеку больно что что можно предъявлять вот вопрос от нашего зрителя не в драку не полез и слава богу ник свобода честь спрашивать спросите пожалуйста господина чичваркина почему он оказывает только гуманитарную помощь украине и категорически отказывается помогать в ссу 24 тысячи турникетов вы думаете они куда пошли еще умножьте на 25 долларов а крови останавливающие обезболивающие которые идут 100 фонды они кому будут применены безусловно конечно часть мирных и последнее наш аппарат для роддома да мы этим тоже занимаемся а крови останавливающие в тоннах они куда идут что что у этого человека в голове да я не снабжаю снарядами у меня нет на этой лицензии у меня в начале войны случился очень хороший контакт по добыванию феноменально редкой медицины и мы за него уцепились потому что мы возим то что вот щелчку в киеве найти сложно и такого качества который в киеве найти сложно еще какие-то претензии я на самом деле не дочитал а не дочитал этот вопрос а я уже а я уже разразился обмену она вы разразились не случайно потому что последняя фраза я зачитаю как есть после утверждения точнее после вопроса что вы не помогаете в ссу тоже переживает за наших мальчиков написал зритель ваш зритель именно этот конкретный дурак едем дальше мэйра пишет когда сша предупреждали россию о готовящихся терактах чего они ожидали от российских властей можно ли считать что обнародование этой информации шаг на опережение чтобы показать всем какие планы фсб вопрос от мэр я думаю что антитеррористическая вот та самая разведка во первых продемонстрировала своему руководству и всему миру что они крутые и узнали то о том что происходит в россии и после того как они предупредили путина и предупредили всех и он еще что-то брыкался а потом это произошло а взял на себя ответственность и гил а он обвинил украину он выглядит абсолютно жалким жалким вруном вот а те выглядит достаточно крутыми а вот кто видит что он жалок опять же вот он же уже люди 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 с интеллектом а интеллект всегда является защитой вот потому что мы нередко сталкиваемся с тем что люди с интеллектом с высшим образованием даже я знаю обладателей хрустальных сов если возьмем телевизионную игру что где когда который стали активно зиговать они скотины просто они все понимают то есть вы то есть там плюс-минус принцип принцип паре то 80 процентов кто зигует искренне просто но недоразвитый 20 процентов просто сволота ну типа соловьёва соловьёв не дурак это интеллектуальный человек ну не дурак его нельзя назвать дураком вот он он просто осознанная скотина а вот не происходит некого такого преобразования некой трансформации когда они начинают любить систему и верить в то что они уже нет нет конечно никогда не верят систему завтра эта система рухнет придет новый ельцин условный да и они скажут мы всегда в душе были демократами а михалков снимет фильм на михалков про свободу пережил уже многих думать путь путина тоже переживет как там из михалков ну вы знаете у него была страшная болезнь который после которой он тяжело вышел но судя по всему у этой семьи долгожительство просто в коде поэтому может быть к михалкова опять таки ну будем честны это великий режиссер и классный актер и абсолютно мерзотный человек причем чем старше тем мерзот не становится а можно ли растерять растратить свой талант потому что вот как раз мы были дискуссии а что можно пропить можно но он я думаю все вполне бережет у путина что осталось у меня меня скамейки культурных деятелей мы видим что ничего нового в культурологическом смысле действительно выдающегося не создается вы знаете вот совсем недавно создалась мастера маргарита но это не совсем это до войны начали снимать и там вот смотрите опять-таки вот по изменению государства сейчас на такой фильм деньги не дадут если он был закончен вот не в конце прошлого года а в начале вот это вот сейчас его бы уже ни покуда не пустили бы то сейчас это снять невозможно да все мы еще глубже глубже повернулись туда вгрызаемся и кто-то рассказывал по моему в пятьдесят первом году он на мосфильме было снято 4 фильмы ли 6 фильмов всего это на старом лично контролировал да потому что предсмертная паранойя была настолько мощно что они предпочли лучше ничего не делать чтобы просто не быть запытанным в бериевских подвалов но путин сегодня он боится слова он боится художественного высказывания ну то есть момента не боялся но вот посмотрите какое личная жуткая месть она не жуткая жуткая да но личная месть непропорциональная акунину какая честь в кавычках было три места объявлен там террорист экстремист то есть ну то есть это прям лично да это вот там закон создан под человека как были законы созданы под навальный вот так вот вот этот закон который позволяет при писателя до историка подводить под такую статью специально грубо говоря способ права применения изменен под акунина но почему как вы считаете ведь путин насколько не читает или читает очень мало то есть он не самый читающий человек на свете насколько говорят исследователи его жизнь не самый но опять-таки вокруг ты вокруг ты него есть люди которые подсказывают кто враг а вот это разделение на врагов и предателей о чем венедиктов свое время говорил что враг одно дело предатель представление путина другое дело если ты грубо говоря был в системе целовал флаг давал присягу это одно если ты как он говорит с бороденках в очках из бороденках имею ввиду интеллигенцию мне кажется он даже представлял шандеровича в каких-то своих липких фантазиях вот то ты враг а если ты служил в фсб а потом начал рассказывать как тебе сказали березовского убить ты предатель мне кажется она делится так опять-таки это все может измениться потому что меняется государство она деградирует вместе с путиным и мы только по дефактическим действиям видим когда она и как она меняется но она меняется всегда только в худшую сторону теперь уже давно достаточно но вот мы увидим как оно как и куда но меняется я думаю что и эта градация тоже будет мутировать вместе с режимом вот эта деградация она приводит к усилению например спецслужб потому что безусловно конечно а она не стали тоньше работать нет она приводит без наказанности к увеличению их и это не усиление усиление если бы они могли расследовать что-то или предотвращать это было бы усиление а здесь когда усиление спецслужб мы понимаем что там начинает там лучше понимать и контролировать почту там пересланы фотографии оказываться там где будет теракт а здесь это просто их физическое массовое увеличение спецслужб и легализация террора то что они делают за рубежом то что вот эти летучие отряды которые убивают на территории европы вот с летчиком кузьминова да и наверное еще какие-то факты всплывут этого становится судя по всему больше то есть ну безусловно летчик кузьминов для них как раз абсолютный предатель он давал клятву убил там боевых товарищей пригнал вам вертолет в украину безусловно в глазах у них это странно звучит среди нормального мира но них есть свое понятие о честь и по по их понятию честь его надо убить а как формируется их вот эти понятия то есть можно ли говорить о том что они живут по законам о пг вот шакра молодой вышел например а сейчас это социально близкий им элемент то есть они вдохновляются вот именно криминалитет нет яду нет это отдельная система тех они не очень уважают но они с ними взаимодействуют безусловно мне кажется что спецслужбы взяли криминалитет когда весь плюс-минус под контроль и плюс-минус понимает кто что делает и они им пользуются находится то есть криминальный мир для них тоже является инструментарием для достижения каких-то своих целей либо просто его тупо крышу это то есть криминал собирает кого-то там подстригается кого-то они отгружают долю фсб чтобы и фсб просто зарабатывать грубо говоря наживаете на вот нет они себя считают белой костью выше выше этих криминалитетов безусловно я думаю что там за его до того чтобы отпустили там я думаю какая-то была там достаточно сделка с большими нулями здесь как раз много вопросов по поводу того что появились сообщения что фсб начинает вербовать агенту как даже не вербовать они заказывают у пг в разных странах определенные действия и нападение на волкова одного из лидеров фбк в том числе могло быть осуществлено по такому сценарию это новая тактика который используют спецслужбы как вы считаете насколько это реалистично я думаю что это очень громко сказано в случае с волковым уровень криминальности он достаточно низкий просто какие-то жлобы гопота будем предельно честно это не были профессиональные киллеры и даже близко не было просто гопники на эти гопники наняты или это конечно наняты но наняты за копейки и леонид сам говорит что цель была сильно от метелить а не убить скорее всего я вот цитирую его хотя безусловно ударив человеком молотком по голове в височную область ты его можешь убить в секунду но вот опять же кувалда молоток возвращение к тому обнародование пыток ведь опять отрезанные уши гантели в задний проход вот это чека и всегда чека это там стайная канцелярия там третий отдел они были частью государства важным частью большой частью государства как при бире и сталине до маленькой частью в три человека как при кроткой елизавет но чтобы они стали прям они же стали государством это первый раз и это ужасно даже при иване грозным а притч все-таки была отдельная от государства важная часть большая но это не было все государство но нет ли ощущения что это такое превращение в пригожина которого они ликвидировали взорвали но он же и пытки и казни и кувалда все пошло оттуда тогда они вроде как себя немного от него отделяли а сейчас те же сценарий те же методы тот же подход мне кажется что пригожину не давала хотя я не знаю точно мне кажется даже он приличнее чем они если совсем честно потому что он премия был в этом сюда премии он больше похож на такого пирата с романтического в нем было много вот этой мрачной пиратской романтики вот а эти же просто хладнокровные садисты то есть они получают от этого удовольствие это не просто некий такой цене без безусловно какие-то группы вагнера тоже причастных пыткам в сирии и в африке до нас доходили мрачнейшие фотографии вот но и меню не казалось что если вы помните то видео с кувалдой в отношении человека это было запугивающее видео где на самом деле этого человека который их предал его таким образом как бы всем остальным показали что так нельзя но они утверждают я верю что вот на том видео его не убили то есть это было важно напугать всех но мне кажется эти получают искренне удовольствие когда у них не хватает работы не себе создают вопрос от евгения опять возвращается к интервью с гордоном несколько вопросов сразу зачитаю какого впечатления вот интервью с гордоном и откуда у вас евгений такое самообладание как вы научились не быть агрессивным и жестоким и извительным ну тут говорят как гордон ну зачитаю вопрос как есть может быть они не поняли моих тонких и извительных шуток и извительности мне кажется у меня я с ней борюсь но мне кажется у меня проскакивает все время большой опыт интервью с одной стороны с другой стороны но приехать страну которую бомбят от имени всех русских мне русскому человеку и сыпать там искрами гнева но мне кажется это как не очень верно и плюс ну наверное мы пытались подобрать слова фразы тон и ритма чтобы люди как можно больше людей послушали потому что мне важно имеет такую площадку как ваша площадка да для латвии как его площадка для украины довести свои мысли которые вот которые я искренне верю еще вопрос кстати про латвию планируете ли свой бизнес сам обладанием не очень я честно хочу сказать это кажущиеся спокойствие но срываетесь часто или как как-то про не часто не часто мне подарили такой шеврон классный надо переделать как раз подразделение которое занимается медицинским ну вот всякой сложной медициной который как раз части стаб-центры снабжает они называются китаминовые котики и там написано сильный духом слабые кукухой вот такой мрачный армейский юмор наверное очень соответствует времени не спрашивают как вы считаете голосовать за дованкова с такими призывами выступал максим кац на прошедших выборах возьмем выборы аккуратно в кавычке а в россии это была ошибка или правильным решением а знаете вы там где не могу до сих пор сказать я не думаю что это была ошибка очень классно что кто-то призывал так а кто-то призывал так во всяком случае за того что дованков где-то промямлил что война не так популярна как нам пытаются показать у некоторых он воспринимался как антивоенные кандидаты каких-то редчайших уиках на которых не было не было админресурса вдруг он какие-то там 49 50 чем-то процентов где-то победил путина в лондоне он победил путина вот поэтому наверное важно показать что там где не влезли ручками и не нафигачили этих фейковых бюллетеней а народ из всего из вот этой серой непролазные массы не опознанных тел и лиц из четырех кандидатов все-таки постарался выбрать тот который вероятно хоть как-то против войны хотя он потом пришел путину и от сердца к солнцу зиганул и припал к чреслам по полной программе оказалось что этот новый человек абсолютно такой же как старый вот но у народа хотя бы минимальная надежда что вот вот может быть закончится война если они поставят туда галочку сработало вот поэтому давайте все таки у каца очень высокий айкью и он профессиональный игрок в покер иногда он слишком много верит и играет в эту статистику но опять-таки он важный важный игрок на российском оппозиционном небосклоне это необычный и очень важный вообще всегда стоит стоит делать самостоятельные выводы но выслушать его мнение по многим вопросам наверное все таки нужно несмотря на то что дико конфликтный задиристый конфликтный человек но так или иначе я думаю что оппозиционный палитра без него была бы не полна а юлия навальна которая была вынуждена после смерти убийства алексея навального как раз тоже войти уже в политическую среду и стать лидером как вынуждены это ее решение вынуждена в том смысле что наверное она этого не очень хотела это смерть алексея навального ну окей я не буду давать оценок я не я не я не знаю мне кажется это очень логическое продолжение если был бы жив алексей она была бы как и прежней за мужем как она всегда говорила а так она приняла такое непростое решение не очень непростое как вы считаете она может объединить вот как раз катс говорил давайте создадим координационный совет под председательством юлии навальный есть потенциал этой идеи в одну воду дважды вряд ли можно войти как такового координационного совета единого органа я не думаю что будет но я абсолютно допускаю когда люди из разные которые 12 лет не были в одном грубо говоря шествии до могут выступить где-то одновременно и благодаря ей определенным объединяющим звеном она уже является и это я считаю что очень для оппозиционного движения важный важный хороший фактор задам завершение банальный вопрос на который наверное не очень если жизнь на марсе но типа того что будет дальше вот если посмотреть в краткосрочной перспективе в россии и только в россии мы мы я все еще почему-то говорю мы идем дальше в глубь в глубь жуткой жуткой болотный стены полный упырей вурдалаков в кровь и дерьмо мы погружаемся дальше и пока никто останавливаться не собирается никто не собирая не собирается останавливать войну никто не собирается останавливать будут нагнетать страх нагнетать репрессии репрессии будет больше страха будет больше чувство собственности и собственного достоинства меньше свободы меньше вот пока все идет ровно в темную сторону ну как у нас написали темная самая темная ночь перед рассветом может быть да просто уже грубо говоря вот есть у профессиональных дизайнеров такой вот набор палитры где огромное количество понтонов вот казалось бы уже чернее быть не может ну вот но мы как это внутри уже посмотрим на этот цвет и видим что это просто антиматерия которая высасывает у тебя жизнь из глаз просто как пела оксимирон входим в родное антипространство вот антиправе черное антипространство закутаны в черной антиматерией вот это то что то что у нас сейчас перед глазами и многие правильно делают для защиты своей же психики что их и не открывают ну что ж спасибо спасибо вам большое и до следующей встречи всем добро всего доброго